Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 751585. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48-3. Здравствуйте! С вами «Наше время» и я, Андрей Ивлев. Итак, главная тема этого воскресенья – успешное приземление космического аппарата на территории Оренбургской области. Всё случилось сегодня в 9 утра в Переволодском районе вблизи села Донецкое. И вот след, который остался на небе, по словам жителей, они слышали сильный взрыв и грохот, в домах дрожали стены. Никаких чрезвычайных ситуаций при этом не произошло. Мягкую посадку в штатном режиме совершила спускаемая капсула биоспутника «Бион-М». На его борту не совсем обычные пассажиры – мыши, песчанки, ящерицы, улитки, рыбы, различные микроорганизмы, растения. Весь этот десант стартовал ещё 19 апреля с космодрома Байконур на ракете-носителей «Союз». И вот спустя месяц вернулся обратно на Землю. «Бион-М» – это первый за последние 15 лет уникальный российский биоспутник. Космический аппарат предназначен для проведения в орбитальном полёте серьёзных научных исследований. Ранее была информация о том, что приземление состоится в Октябрьском районе, но из-за погодных условий и ветра координаты изменились. Сегодня утром в небе над Переволодским районом кружили 18 вертолётов, на Земле работали более 250 военнослужащих и учёные. Вся последняя информация с места событий у Елены Кузнецовой и Станислава Доминова. Был грохот, да, аж окна задрожали. Волна была прошла взрывная. Жутковато? Жутковато, конечно, да. Вадим почти механически выбежал на улицу и сделал теперь исторические снимки. Под оранжевым куполом парашюта на Землю спускается капсула Биона. Говорит, останутся на долгую память. Правда, поначалу жители села Донецкое и не догадывались, что во что и в космическую историю думали чрезвычайное происшествие. Начали выяснять, не задеты ли были какие-то соцобъекты, не пострадали ли люди от этого взрыва. Здесь, поэтому, не было такой информации. Мы к этому, конечно, были не готовы. В Переволодском районе спусковой аппарат и вправду не ждали. Расчётная точка приземления была в 80 километрах отсюда, в Октябрьском районе. Правда, такой недолёт по космическим масштабам не считается даже отклонением от нормы. Это просто шарик. У него нет управления спуском. И разброс у него плюс-минус 100 километров. Мы попали в заданный эллипс посадки. Уже очевидно, возвращение Биона на Землю прошло успешно. Правда, для этого потрудились сотни человек. Накануне вечером учёные, военные, авиаторы и сотрудники Роскосмоса прорабатывали все варианты с учётом погоды и возможных внештатных ситуаций. Наша задача пассажиров, которые находятся на этом корабле, обязательно доставить и в Москву живыми, и здесь с ними обходиться максимально нежно. Пассажиров было немало. 40 мышей, 8 песчанок, 15 гекконов, рыбы, микроорганизмы и растения. В небольшой капсуле спутника уместился настоящий Ноев ковчег. Четвероногих космонавтов расселяли в такие общежития. Специальное оборудование должно было обеспечить их всем необходимым, отслеживать полёт и провести часть экспериментов. Создатели Биона говорят, спутник делали как хороший костюм, по заказу и с учётом особенностей миссии. Все хотят что-то, какого-то улучшения, и экспериментаторы в первую очередь. Если раньше мы 30-суточные полёты не осуществляли, то вот это первый 30-суточный полёт. Ноев ковчег побил все рекорды. Это самый длительный космический полёт животных и отправили четвероногих на рекордную высоту. Эксперимент не ради учёного любопытства, только так можно узнать, что ждёт людей в дальних полётах, например, к Марсу. Полёт биоспутника проходил на высоте 575 километров. Это выше, чем летает орбитальная станция сейчас. Соответственно, и дозы облучения, которые получили животные, тоже отличаются, и воздействие тоже отличается. Тут масса всяких факторов. Дело всё в том, что ни один из космических факторов, который воздействует на живой организм, сымитировать на Земле мы не можем. То есть, фактически, только в натуре мы можем исследовать многие процессы. В специальной отсеке с пассажирами извлекали из капсулы максимально осторожно. Сразу стало ясно, среди звериного экипажа есть потери. Но учёные говорят, это неизбежное зло и на результатах экспериментов никак не отразится. Впрочем, выжившие космонавты тоже выглядели не слишком импозантно. Даже отказались от предложенного обеда. Плохо себя чувствуют после невесомости и перегрузок. Конечно, им некомфортно. Но адаптируется. Имена четвероногих космонавтов, конечно, не войдут в историю. Но именно благодаря звериным полётам и проекту БИОН люди уже могут находиться в космосе до полутора лет, не теряя при этом своё здоровье и относительно комфортно работать вдали от Земли. Эта миссия даст учёным новые данные для открытий. Во время полёта успешно прошли 70 экспериментов. Работать с их результатами специалисты Российской академии наук начнут уже сегодня ночью. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. И вот к этой минуте все приборы, животные, растения и микроорганизмы доставлены самолётом в Москву в Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. И как нам только что сообщили там, уже сейчас учёные начали исследования. Они продолжатся всю ночь, чтобы оставшиеся в живых животные не успели заново адаптироваться к земным условиям. И завтра мы планируем показать уникальные кадры посадки космического аппарата, снятые с вертолёта. Одна из резонансных тем недели. В Следственном комитете завершилось расследование преступлений группы чёрных риэлторов. Дело передано в суд. В течение нескольких лет банда из восьми человек совершала преступления на территории Восточного Оренбуржия. По версии следствия, мошенническим путём злоумышленники завладели домом и пятью квартирами в Орске, Новотроицке, Гае. Ими были убиты четыре человека. Чтобы получить документы на продажу жилья, одна из девушек, участниц банды, даже вышла замуж за потерпевшего. Правда, это не спасло его от смерти. В состав группы входили профессиональные риэлторы, сотрудницы Росреестра и двое полицейских. Двое из обвиняемых являются бывшими сотрудниками органов внутренних дел. Один из них работал участковым полномоченным в Новоорске и в Новотроицке. Другой работал участковым полномоченным сначала, а потом инспектором ДПС в городе Орск. Одна из участниц банды уже осуждена на четыре года колонии общего режима. В отношении семи человек утверждено обвинительное заключение за совершённые преступления, в том числе бывшим полицейским, грозит пожизненный срок. Мы будем следить за ситуацией и планируем вернуться к этой теме. А пока ещё о событиях уходящей недели коротко. Приговор бывшему министру экономического развития Андрею Ефремову оставлен без изменения. В ближайшие два года он должен провести в колонии. К такому сроку за финансовую махинацию экс-чиновника приговорил Ленинский суд. Ефремов с вердиктом не согласился и обжаловал его в высшей инстанции. Рассмотреть жалобу суд областной, правда, долго не мог. Самый молодой министр оказался слаб здоровьем. То и дело лежал в больнице. В итоге заседание переносили. В минувшую пятницу бывший чиновник тоже в суд не явился. Но вердикт всё же вынесли. Приговор оставили без изменений. Взрыв в центре Оренбурга. В минувшую пятницу сотрогнулся дом номер 4 по улице Пролетарской. На место срочно прибыли спасатели и полицейские. Как выяснилось, в одной из квартир на втором этаже произошёл взрыв газа. От мощного хлопка повылетали оконные рамы, разбили стёкла. Возгорание удалось избежать. Взрыв прогремел после того, как престарелый хозяин квартиры решил самостоятельно починить газовую плиту. Мужчина получил ожоги. Мусорные контейнеры в Оренбурге будут дезинфицировать, а хлам с улиц убирать быстрее. На неделе в областном центре испытали новую технику. Два мусоровоза фирмы «Скани». Всего в городе теперь 4 таких спецмашины. Две закуплены ещё в сентябре прошлого года. Кроме того, администрация приобрела и установку, которая позволяет промывать углублённые контейнеры. Как это выглядит на деле, увидела Ольга Патрушева. Пока мешок с мусором парит над спецмашиной, сам контейнер тщательно отмывают. Под большим напором воды с чистящими веществами и бак начинает блестеть. Такую манипуляцию отныне будут производить повсеместно, где установлены углубленные баки. Уже закуплено дополнительных 330 баков. И до дня рождения города, до 270-летия города, мы планируем их установить полностью. Вот для этого мы закупили эти автомобили «Скани». Один из таких предназначен для сборки мусора непосредственно из углубленных баков. Теперь у города три таких автомобиля. Два купили в сентябре прошлого года. Другое чудо немецкой техники – для так называемых евроконтейнеров. Их город предлагает устанавливать в частных секторах, в детских садах и школах. Причем в образовательных учреждениях – бесплатно. Те обязательства, которые Ассоциация перевозчиков твердых бытовых отходов на себя брала, это строительство первого комплекса, первого этапа реализации завода твердых бытовых отходов. Все это выполняется. Из 138 миллионов уже 40 миллионов перечислено. Цена вопроса этой технической пары – 17 миллионов рублей. И покупкой это городу ничего не стоило. Все приобрели на деньги спонсоров. А горожанам такие метаморфозы с уборкой мусора пришлись по душе. Если старые баки стояли, они их, конечно, тоже обрабатывали. А сейчас это гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Потому что, когда моют, туда добавляют дезинфицирующие растворы. И, по крайней мере, дети могут выносить мусор, подходить к мусорке, не боясь того, что там какая-то грязь. Администрация тоже с оптимизмом смотрит в будущее. Планируется, что в 2015 году Оренбург будут убирать 20 таких спецмашин. Это на самом деле революция. Потому что ни в одном городе, в ближайшем городе, в Приволжском округе, городах и миллионниках такого нет. Ольга Патруша, Владимир Семенов. Наше время. С претензией на рекорд планеты, более 7 тысяч оренбуржцев в минувшую субботу пришли на стадион «Динамо». Студенты вузов в красных одеждах выстроились таким образом, что сверху это было похоже на огромную каплю крови. Тысячи добровольцев объединились, чтобы поддержать безвозмездное донорство. Екатерина Кселева и Дмитрий Журавлев следили за всем, что происходило на стадионе, в том числе с высоты птичьего полета. Стройной колонной во имя безвозмездного донорства навстречу рекорду первыми выдвигаются байкеры. Эти брутальные мужчины не эффектная декорация. Они преданные друзья станции переливания, которые не только сдают кровь, но и нередко нуждаются в ней. Когда необходимость другу попал в аварию, было сдавал. Дело-то благое, агитировать особо никого не надо. Все понимают прекрасно, что надо, надо. Книгу рекордов одни неслись, другие бежали, третьи вышагивали. Казалось, по уличным артериям малые ручейки стремятся к одной живой священной капле. Стремятся размеренно и дисциплинированно, а все их молекулы тем временем считают по головам. Мой номер 3265. Предыдущий рекорд Южная Корея – 3120 человек. Ну, чисто визуально мы уже, наверное, побиваем. А так посмотрим, народ идет. Маленькой частью большой капли стали люди разного возраста, статуса и даже цвета кожи. Участники акции пришли сюда по собственному желанию. Причем изначально волонтеров было вдвое больше. Просто в городе не нашлось площадки, способной вместить всех. Ощущения просто замечательные, потому что мы едины. У меня в свое время было две операции на позвоночнике. И мне помогли очень сильно с кровью. Я очень благодарен. Ощущения, конечно, прекрасные. Такое количество народу это вообще. Почувствовали себя маленькой капелькой большой капли. Все это Аллое Морин рекорд вдохновил Оренбургской станции переливания крови. Напомню, лучшие в России. В нашем крае больше 7 тысяч доноров, которые от своей миссии не отреклись даже тогда, когда правительство отменило материальную компенсацию за сдачу крови. Для чего мы эту каплю строим? Ведь, по сути, наверное, самая масштабная по своему размаху пропаганда донорства на планете. Не было такого никогда. Когда каждая маленькая капелька нашла свое место в большой, начался обратный отсчет. Пять, четыре, три, два, один, старт! Тысячи человек замерли на пять минут. Чтобы в Аллой Капле не было разноцветных клякс, всех участников заранее попросили снять главные уборы. Оренбургский рекорд фиксировали с высоты птичьего полета. 7 тысяч 18 человек. Пять минут простояли в форме капли. Поздравляю вас! Эта Аллая Живая Капля сегодня претендует сразу на два рекорда. Возможно, она станет не только самой гигантской каплей в мире, но и самой голосистой. Ведь через несколько секунд тысяча голосов хором исполнит Оренбургский гимн доноров. От всех спасенных благодарные слова. Скажу честно, гимн донора выучили далеко не все. Не сбивалась, пожалуй, одна лишь Елена Николаева. Поэтому такая ладная стройная капля хором не зазвучала. Однако будем надеяться, что ее все-таки признают самой густонаселенной и живой каплей на планете. Окончательный вердикт через несколько недель вынесет специальная комиссия в Лондоне. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Сейчас время нашей традиционной для воскресенья рубрики. За всем, что на этой неделе было самым обсуждаемым в интернете, следил Виталий Сапожников. И вот он как раз присоединяется к нам из нашей виртуальной студии. Виталий, ну вы всегда, что называется, в информационном тренде. Знаете, главная тема этого воскресенья – посадка космического аппарата в Приволосском районе. А что в сети? Да, Андрей, кстати, космическая тема и в нашем интернет-обзоре сегодня на первом месте. Больше 10 миллионов просмотров за неделю собрал ролик, который выложил в сеть канадский астронавт Крис Хэтфилд. Видео снято прямо на орбите. Помимо завораживающих звездных пейзажей, пользователи сети наверняка оценили и вокальные данные астронавта. А сейчас к темам более приземленным. Орбская няня, в одночасье ставшая знаменитой на всю страну из-за любви к разврату, понесла наказание. Напомню, 41-летняя женщина вместо того, чтобы ухаживать за грудным младенцем, выпивала в присутствии ребенка, а затем и вовсе занялась самоудовлетворением. Теперь уже бывшей няне предстоит отработать 240 часов общественно-полезного труда. Что ж, такова расплата за минутное удовольствие. А эти кадры попали в сеть из Бугу Руслана. В ночь на среду юный угонщик заставил попотеть сотрудников ДПС. Им пришлось как следует погоняться за удиравшими на всех парах на вазовской шестерке злоумышленниками. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что одному из них едва исполнилось 12 лет. На этом ночной форсаж для неуловимого школьника закончился. Такого ужаса не ожидал никто. Сборная России с треском вылетела с чемпионата мира по хоккею, проиграв американцам с умопомрачительным счетом 3-8. Такого разгрома отечественная команда в новейшей истории еще не знала. Сами игроки вразумительно объяснить шокирующее поражение не смогли. Не порадовали и юные хоккеисты. На одном из турниров прямо на льду разгорелась драка стенка на стенку. Да уж действительно трус не играет в хоккей, но мы верим в наших спортсменов и болеем за российские команды. Это были наиболее интересные новости, попавшие в сеть на этой неделе. Спасибо Виталию Сапожникову. А у нас еще новости. Суббота под девизом детства. Праздник юных оренбуржцев накануне отмечали одновременно в разных районах области. Местом основных торжеств стал парк Тополя. А во дворце культуры молодежной прошел большой концерт с участием детей с ограниченными возможностями. Яна Корчик была в числе зрителей. И красиво, и богато. Нашу родину, ребята. Эти стихи звучат из уст ребят коррекционной школы-интерната номер один. Сегодня они особенно волнуются. Это их первый концерт в таком большом зале. Глухонемые, слабослышащие дети танцуют, разыгрывают сценки и даже поют. На концерт пришли их родители, педагоги, друзья, всего около 300 человек. И язык жестов кажется понятен всем, потому что это язык сердца. Таланты ребят открыла компания «Дизайн-проект», которая поддерживает коррекционную школу номер один уже не первый год. Посмотреть на выступления ребят пришли и представители администрации Северного округа, Министерства образования и Департамента молодежной политики. Мы уже третий год с этим интернатом дружим. Любой ребенок, когда он растет, если ему давать возможность развиваться, если ему давать возможность находить себя, проявлять свои творческие способности, то из этих детей потом вырастают действительно таланты. Яна Корчик, Виктор Гошенев, Наше время. Еще один подарок к дню детства. Оренбургские депутаты от партии ЛДПР устроили для школьников выезд на закрытый полигон спецподразделений полиции. По мнению либерал-демократов, это лучшая разновидность патриотического воспитания. Такое действие воочию видели немногие. Захват террористов. Мероприятие впечатляющее. Старшеклассники 8-й гимназии на эффектную борьбу смотрели буквально разину фрты. АКС-74М с подствольным гранатометом ГП-25. Настоящее оружие тоже произвело фурор. Тем более, что ребятам разрешили не просто посмотреть, но и почувствовать тяжесть этих стволов в своих руках. Вообще здесь, на специальном полигоне полиции, все было по-настоящему. И ребят принимали не актеры, а серьезные бойцы спецподразделений. Детям очень важно не из фильмов, не из боевиков каких-то видеть это и знать. А именно посмотреть, как настоящие герои нашего времени, как они готовятся, как они работают. Депутаты от фракции ЛДПР хотели показать, что есть герои и в своем отечестве. Герои, на счету которых не один подвиг, на которых стоит равняться. Партийцы надеялись, что эти парни хоть немного захотят и сами стать защитниками Родины. Результат превзошел все ожидания. У мальчишек, конечно, глаза горели. Все хотели зайти на эту полосу препятствий. Единственное, что, конечно, она, ну, полоса-то непростая. Не сказать, что, скорее всего, у них получится, но, по крайней мере, попытаться, это уже о многом говорит. Елена Кузнецова, Станислав Даминов. Наше время. Сейчас о спорте. Оренбург на два дня стал полноправной столицей европейского дзюдо. Традиционный майский турнир, открытый Кубок Европы, собрало в спортивно-культурном комплексе Оренбуржия почти всех сильнейших спортсменов Старого Света, Азии и Северной Америки. Всего более 200 человек дзюдоистов из 18 стран, рассказывает наш спортивный обозреватель Сергей Тыщенко. Дмитрий Куликов только что выиграл бронзу. Для Оренбуржца не в диковинку, а зал грохнул настолько сильно, словно добыта была олимпийская медаль. Впрочем, так болельщики встречали каждый успех россиян. В первый соревновательный день наша сборная выиграла 18 медалей, переиграв своих соперников по всем статьям. У нас очень мощная команда, очень сильная команда. И то, что у нас здесь тоже борются далеко не первые номера, а молодежный состав. И то, что они показывают такие результаты, это очень положительно. На высшую ступень пьедестала россияне в субботу поднимались пять раз. Трижды мужчины, дважды женщины. Кстати, девушки принесли в копилку сборной ровно половину наград. Отметилась в итоговом протоколе медалисток и наша область. Бронзу завоевала Анастасия Коваленко из Ясного. Оказывается, талантливыми кадрами национальную команду снабжает не только Оренбург. У нас построены комплексы под дзюдо. В Орске, в Бузулуке, в Кувандыке работают секции, в Солилецком районе. И что очень важно, в сельских районах у нас есть дзюдоисты европейского уровня. К слову, наш регион на этом Кубке Европы представляют 11 человек. Не рекорд, конечно, в прошлом году было 12, но все равно цифра впечатляющая. Организатор уверен, пройдет несколько лет и сборников в Оренбурже будет еще больше. Предпосылки для этого есть. Сейчас, в 2013 году, мы вышли на цифру занимающихся в городе Оренбурге 2,5 тысячи человек. Задача стоит к концу реализации программы в 2015 году перейти цифру 3 тысячи. База есть желания тоже. В Оренбурге президентский спорт действительно развивается стремительно. И то, что проведение Кубка Европы вот уже который год доверяет нашему городу отнюдь не случайно. В Европейском союзе дзюдо точно знают почему. В организационном плане Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге считается по организации одним из самых лучших. Ну и добавим, что сегодня в Оренбурже проходит второй день соревнуются тяжеловесов. И в числе и оренбуржцы Мачин, Григорян, Иваниев. Ждем новый урожай наград. Сергей Тыщенко, Вадим Нечаев. Наше время. Больше возможностей в Оренбурге появился новый оператор сотовой связи. Компания Ростелеком запустила сеть третьего поколения. О современных услугах для абонентов наши корреспонденты. Ростелеком, мобильная связь. Настоящий прорыв компании. Теперь Ростелеком полноценный оператор мобильной связи. Первый официальный центр продаж и обслуживания клиентов открылся на первом этаже торгового комплекса «Гулливер». Тут будет представлена весь перечень услуг, которые есть у компании Ростелеком. Абоненты смогут оценить работу мобильной связи третьего поколения 3G+. Это качество голосовых сервисов, высокая скорость интернета и, самое приятное, выгодные тарифы. На данный момент представлен тарифный план со стоимостью минуты 60 копеек. Точно так же очень выгодные тарифы по мобильному интернету. И есть хороший тарифный план, практически безлимитный. То есть за 150 рублей в месяц абонент получает 300 минут разговоров на все звонки. В честь открытия компания Ростелеком приготовила для оренбуржцев конкурсы и приятные подарки. Все победители получили бесплатное подключение со стартовым балансом. Приятно, конечно. Тем более не ожидали, просто шли, гуляли. Также разыграли главный приз – три мобильных телефона. Победителем лотереи посчастливилось стать Оксане Тарасовой. Очень довольна. Спасибо большое компании Ростелеком. Мобильную связь Ростелеком успешно развивает по всей России. В Оренбургской области до конца года планируют открыть 12 собственных центров продаж и обслуживания клиентов. И 20 дилерских монобрендовых салонов. Дальше продолжим и в Оренбурге, и в других городах области. Ближайшие открытия состоятся в области – это в Медногорске и в Куландыке. Завершает выпуск уже традиционно. Важная информация от городских электрических сетей. В понедельник, 20 мая, в течение дня в областном центре и в Оренбургском районе не будет электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно на сайте компании в интернете, а также по телефону 56-83-38, либо 98-48-48. Оренбургские тепловые сети, в свою очередь, сообщают, что в связи с гидравлическими испытаниями с 20 мая будет ограничено горячее водоснабжение в некоторых жилых домах. Адреса на экране. О всех замеченных дефектах трубопроводов оренбуржцев просят сообщать по телефону горячей линии 999-603. Также жители и гостей города просят не парковать автомобили и не прогуливаться вблизи тепловых трасс. Такое наше время сегодня. Удачного начала новой недели. До завтра. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48-3. Торговый комплекс «Три мартышки».